Всем привет дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале! Выбрался сегодня на КОП, точнее можно сказать на этакую разведку, готовил металл к сдаче, подустал. Выбрался сегодня на прошлогоднее место, на заводскую свалку, нахожусь сейчас на другом конце. Решил разведать местность, куда могли еще сбрасывать. Здесь вот всякие такие вот бугры непонятные. Если вам видно, вон бугор большой стоит, сейчас будем продвигаться вот туда. Если что-то попадется, буду копать. И перед сегодняшним началом поиска хочу вас спросить, что можно найти на старых очистных, на очистных советских. То есть они уже давно не действуют. Я там был год-два назад, и кроме колодцев и всяких вот таких выгребных ям, ничего больше мне на глаза не попадалось. Кто знаком с такими местами, есть там что копать или нет, напишите в комментарии. Приступаю к сегодняшней разведке. Как появятся первые находки, покажу. Если ничего не появится в этой степи, то перебазируемся на другую дислокацию. Вылетела первая находка, друзья. Вот такая пластина. Вон, вода уже идет. Буквально один штык лопаты, и все, вон водище. Ну, ясен хрен, только снег сошел. Продолжаем искать. Но вот такой экземпляр уже настораживает, что здесь может что-то и еще вылетит. Вот, отрыл очередной уголок. Прямо вот тут находился, буквально в яме. И здесь очень глубокие сигналы, вот в этом месте. Вон там какое-то ведро, то ли бочка какая-то торчит. Сейчас вот буду здесь проверять. Здесь какие-то следы. То ли экскаватор пробовал копать, то ли что-то зарывали непонятно. Вот, не особо так вообще даже не заросло. Как будто, может, недавно тут что-то копошили. Фиг его знает. В общем, сейчас буду пробивать. Попробую сейчас выкопать какой-нибудь глубокий сигнал. Глянем, что там. То есть вот прям вот все сигналит глубоко. Так, на находки пошли. Еще он какую-то фигню выкопал. Думал, костыль сначала. Нет, вот какой-то литой, вроде металл. Прямо здесь, где уголочек. И сигналы здесь глубокие. Думаю, сюда тоже что-то скидывали в те времена. Ух ты! Так, ладно, сейчас выкопаю. И потом здесь что-нибудь откопаю, включимся. Вот первый, друзья, глубокий сигнал. Капец, блин. Вода прет из-под низу. Что-то там есть. Железо какое-то. Вроде, судя по всему, нормальное. Но, блин, все плывет там. Ладно, попытаюсь сейчас выкопать. Посмотрим, что такое. Вот это вот, видать, ножка от кровати. А, не литье. Да. Вот, цеплялки на пружину. Фух, солнце вышло. Печет, капец. Надо уже воду с собой брать. Я с собой ничего не взял. Первый раз сталкиваюсь с таким опытом. Блин, в болоте. Я, наверное, думаю, надо эти дела бросить. И прийти сюда летом, когда уже здесь не будет вот таких вот болот. Это капец. Там просто жижа ползет. И я даже не знаю, что там. Вроде как труба. Но точно не могу сказать. Фух. Здесь запрел. Не знаю, если получится как-нибудь достать. Но она даже не шевелится. Она там ее типа как засосала. Ну, она сидит как в трясине. Не знаю, что делать. Никакая это не труба. Это какая-то громадина. Вода все прибывает. Ее никак не остановить. Сочится. Вон, ручейками. Жесть. Сходил вот на помойку. Взял ведро. Отчерпал, чтобы хотя бы самому посмотреть, что это такое. И вам показать. Я без понятия, что это. Здесь вот заканчивается. А туда идет сквозь. Вот накатом вот так. Что это такое, я не знаю. Пытался ее руками чуть дернуть. Вообще не поддается. Лопатой когда копаешь, суешь. Так, чуть-чуть вибрации. Как типа она шевелится в этом замесе. Но, блин. Короче, хрен его знает. Ну, ее просто не вытащат сейчас отсюда. Здесь вода прет. Да и один я ее, наверное, не вытащу. Закапывать потом. Когда опять сюда только приду. Если, конечно, ее никто отсюда не достанет. Сюда, наверное, экскаватор в свое время закатывали. Вот, от него тут как раз ровняли. Там он ходил. Сейчас ямы одни. Искали, наверное, крупняк. Странно, почему вот это вот не забрали. Может, с глубинником тут шастали. Хрен его знает. Там вот тоже в лесу позабирали один крупняк. Мелочь пооставалась. Ну, мелочь увесистые. Там и экземпляры хорошие попадались. То и осенью. Да и там люди копошились. Вот. Блин, обидно, конечно. Что это такое, без понятия. Вот пока сижу, опять все затопил. Сходил второй раз на помойку. Принес всякие доски, бруски. Я не привык сдаваться, друзья. Это меня очень сильно огорчает. Вот. Немножко подпер лопатой. Блин, очень жалко. Нет, лопата не сломалась, не подумайте. Чуть-чуть подпер ее, используя как ломиком. И туда поддел вот этот вот брусок. Я хрен его знает. Что это? Это похоже что-то на смятый лист, что ли. Очень толстого размера. Вот так вот треугольником. Сперва думал, это ли тяга. Но это не ли тяга. Это лист. По-моему, смятый. Там он уже подгнил. Нижняя часть. А вот верхняя, вот эта. Прям огонь. Не знаю, сколько тут килограмм. Сейчас его вытряхну наверх. И пойду домой схожу. Очень пить хочу. Вообще сдохну сейчас. Приеду забирать вот эту вот. Нужно забрать отсюда. Потом продолжим. Давно не было, ребят, включений. Вот эту кучу почти прошел. Осталось только с той стороны. Вот эту гору. Спустился вниз. Нашел какую-то находку. Вроде бачок, что ли, от унитаза. Не знаю, пока не хочет выходить. Тут еще вот лед расколупал. На этой стороне тень. Лед держится. А шатается, но пока не идет. После обеда ее заберу. Сейчас покажу, какие находки были. Возле вот этого бугра нашел вот такой небольшой схрон. В одной яме все было из лесцеха. Вот эти пилы распиленные. Кучка такая мелочевки. Идем дальше. Что-то тут не валяется. Вон и плиты, фундаменты. Тут вот торчит хорошая арматура. Она под завалами. Здесь и доски люди набросали. И всякий прочий мусор. В те годы. Вот арматура. Совсем не шевелится. Куда-то уходит вниз. Вот что удалось найти на бугре. Колосник. Часть от него. Вот печные. Прибамбасы. Такая вот штука. Тут земля вне замерзшие. Железное такое. Железное кольцо. Вот какое-то колечко. Опять пилы. И лопата. Тут вот, не доходя до бугра, нашел еще находочки. Но особо-то их тут немного. Тут какие-то древние катки, совсем уже заросшие. Тоже лазили. Вот такой угольник вылетел. Где-то вот тут. Вот он, красавец такой. Хорош. Такой вот уголочек. Здоровенький, нормальный. Вот какая-то штука. Чугун. И направляюсь на гору. В то направление. Здесь вот выкопал. Сначала думал вал какой-то. Это, не знаю, то ли вал, то ли не вал. Летеха такая вот. Хорошая. Килограмма три с половиной. Где-то около четырех. Немного отдохнул. И все-таки решил штурмануть эту гору. Все. Еду на обед. Вообще пить хочу. Отдохну. Сейчас приеду на охотки забирать. Потом, может, еще выйду. Второй день копа. Продолжаю сегодня копаться на этом же месте. Встретили сейчас мне, впереди меня, два молодых копателя. Пошли на промзону. На промзоне, где я хотел пошастать по горе, там. Но вывозили туда всякую дичь, фундаменты, какой-то мусор. В общем, туда я отложил пока поход. Буду продолжать копаться здесь. Вчера металл отсюда свой забрал. Металл весе потерял. Вот эту вот жестянку, которую, ну, железо, или железо, которое я копал, из воды доставал. Из него песок весь вытряхнул. И получилось там, может, килограмм 12 всего лишь. Сначала казалось, когда там сидела в яме громоздкой. Но, по сути, там килограмм на 50, наверное, вчера вышло. Потом все с вами в конце взвесим. Сегодня транспортное средство накачал. Вытащил. Вон, водички попить взял. Начинаем. Точнее, продолжаем. Побегал с полчасика. Ничего не попадается. Одна мелочевка всякая. Алюминиевые банки старые, консервные. Вот тут вот то ли змея, то ли ужак, короче, шел оттуда. Она зашевелилась и обосрался. Вон там, вон где-то в том месте. Большая. Наверное, ужак. Хотя, не знаю. Ужак бы уполз. А это что-то на одном месте там так и лежит. Может, не ужак. Выползли, короче. Температура сегодня опять плюс 13 где-то. Вот уже выползают. Начинается, блин. Ну, хорошо, хоть сейчас пока травы здесь нету. А вот решил здесь все обследовать. А потом здесь вообще бурьян будет. Ну, короче, здесь нет в этом краю ничего. Сейчас вот тут еще покопаюсь. Где вчера бачок от унитаза отрыл. Посмотрю. И, наверное, буду сваливать отсюда куда-нибудь на другое место. Посмотрим, куда. Сейчас по обстоятельствам. Ну, вот первая находочка нормальная сегодня попалась. С таким вот кусочком медной проволоки. Вот на нем что-то тоже такое. Вот, медь рассыпчатая. Сгоревшие. В прошлом году шастал вон там. Теперь передвигаемся сюда. Здесь куча хлама. Там вон плит, арматура торчит из земли. Будем теперь исследовать этот край. Да, оттуда я ушел. Там совсем одна помойка, одни свалки. То есть там искать нечего. Один мусор попадается. Еще что-то в этой яме было. Посмотрим. Лишь, что ли, какой-то уголок. Угольничек. Пошел углотнуть водички. Пробиваю заодно дорогу к своему транспорту. И сегодняшнее пинание их. Бестолковое шатание и валяние дурака. Не могли остаться без успеха. На что-то напорвался. И, видать, это что-то хорошее. Что-то дельное за сегодня. Смотрите, какой металл. Сантиметра два. И вот сюда идет. Куда-то в длину вот так уходит. И туда. Все. Попил водички с новыми силами. К бою. К бою. К бою. Ни хрена себе. Вот это да. Вот ни хрена себе. Тут явно 50 килограмм. Не меньше. Ништяк. Находочка. Полтишок обеспечен. Вот такой прибамбас. Годное изделие. Блин, вообще ништяк. Не знаю, от чего это. Может кто знает. Напишите. Вес вообще огонь. Вот, сегодня два часа прошлялся. Одну херню собираю. Вот. Вот такую вот мелочь. Мелочевку. Да и то ее даже мало. Одни консервные банки, один мусор. Поэтому оттуда я и свалил. Сейчас еще пройдусь. Вот ямы. Сюда экскаватор заезжал. Вот здесь двигали. Не знаю, как вот эту железку пропустили. Может тут были габаритные, еще больше находки, которые они, за которыми охотились, которые забирали. Фиг его знает. Вот прям наверху было. Офигеть. Так. Ищем дальше. Еще время есть. Потом опять займусь перевозкой. Завтра металл поеду сдавать. Вроде как. О, продолжается. Очередная. Хорошая находка. Вот опять угольник идет куда-то туда. Думаю, сантиметров пятьдесят. Продолжаю ворошить бугорок. Вот летеха какая-то попалась. Вон еще он наколупал всякой мелочи. Здесь попался ежик из всякой проволоки. Она уже вся гнилая, с гвоздями. Я, короче, не стал ее брать. Вот ее отсюда опустил. Вон в яму, которую выкопал. Куча такая здоровая была. Вот. Немного. Половина, можно сказать. Прошел. Бугорок отличный. Находки попадаются потихоньку. Еще полчасика. И на обед. Все еще бомблю бугор. Мелочевка сыпется. Достал. Хрен пойми что. Что это за ящик такой. Сначала думал, летяга какая-то. Она тяжелая. Не знаю, что внутри. Вот какие-то здесь резьба, что ли болты. То ли чего. Что за ящик? Хрен его знает. Тяжелый. Не знаю, что там. На аккумулятор вроде не похоже. Что такое? Хрен пойми. Не знаю. Вот. Такая штукенция. Здесь через дырку ничего не увидишь. Вон, что это? Фиг его знает. Наверху, считай, была. Ладно. Пока туда ее. Потом видно будет. Муж прям так ее сдал. Хрен его знает. Что это такое? Блин, была бы там медь. Но только, мне кажется, там будет ни хрена. Не знаю. Вот смотрю. И что-то вообще без понятия. Что там? Ржавчина какая-то внутри. Что, блин, тут ток не валяется? Опять какой-то боеприпас отрыл. Походу, опять такой же вал, как в том году. Тяжелый. Здесь еще вот и камни, и еще как типа лед вот не растаяло. Сейчас как-нибудь вытащу, и все. На сегодня хорош. Пускай отдыхает организм. Еще успею накопаться. Надо еще перевозить это все сегодня. Сейчас, когда стану, покажу вал, друзья. Вот такой. Сначала казалось тяжелый. Когда еще не расшевелил я его там. А вытащил. Ну, килограмм. Где-то около 13-15. Может 15. Так где-то. С него еще вода вытекает. Короче, сольется вода. Килограмм 10 будет. Все, друзья, заканчиваем на сегодня. Увидимся на подведении итогов. Пойду отдыхать. Это еще потом придется сегодня мне перевозить. Думаю, одним рейсом тут точно не обойдется. Там вон та хреновина. 50 килограмм. Все-таки на тележке все за один раз. Это не увезешь. Приехал с первыми железками домой. Вот этого бугая взвешивать нахрен не буду. Я пока доехал оттуда, я как из бани приехал. На вот этой шайтан-машине. Это просто жесть. Короче, сразу его на кучу нахер. Один фиг тоннами. Я металл не копаю. Я всего лишь любитель. Никакой не копырь. Вот. Привез. Не хочу рвать свою спину отвальную кантором. Поеду сейчас еще заберу мешок. И на этом все. Подводим итог сегодняшнего поиска. Взвесил первую партию с первого выхода. Здесь у нас получилось 17800 мелочевки в мешке. Угольничек на 5 килограмм. Вышел. Вот это вот. Кило 200. Лист совсем, как я и говорил, вес потерял. Всего лишь 7 килограмм 100 грамм. Оказалось, что это какая-то прям находка величайшая была. Ну вот как-то так. И вот этот вот бачок получился на 8 килограмм. Итого получается 39 килограмм с первого выхода. Взвешиваю второй выход. Взвесил вторую партию. В мешке у нас вышло практически 29 килограмм. 28800 с чем-то получилось. Угольничек вышел на 12 килограмм. И вот эта штуковина на 11 килограмм. Итого получается здесь 52 килограмма практически. Результат вот такой. Сотку вчера точно сделал. Ну вот здесь металл прям вообще отличный. Сейчас уже металловоз приедет. По итогу за 2 выхода по 3 часа у нас получается 39 плюс 51. 90 килограмм. Ну и вот та железка. Она точно полтишок. 140 килограмм приблизительно. И результат лазения по помойкам впечатляет. Вчера потихоньку обстукиваю металл. Складывая в мешок. Я обнаружил вот такие вот небольшие цветные подгоны. Вот такой статырок с медью. Сейчас отсюда вытащу. Это отправится на кучу. И вот такой вот гусак. На трубе латунный тройничок. Потом ее тоже отделю. Ну и так еще вот пару алюминиевых банок старых захватил консервы. Вот алюмишка от ремня, наверное. Ложка. Вот медяха. Электротех. И вот кусочек нержавейки. На этом по цветным металлам все. Мелочевочка вот такая увесистая. Попадалась вчера. Бугор прям вообще порадовал мелочь. А все равно мелочь такая приятная. Это стеклоподъемник. Видимо. И вот шланги. Вот летая штуковая. Короче мелочевка неплохая. Спасибо всем друзья большое за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Не стесняйтесь. Всем удачи. И до скорых встреч. Увидимся совсем скоро. Продолжение следует.